Всем привет-привет! Сегодня прямой пик с Катей Мершеченко. Смотрите, какой у меня сегодня образ. Здесь на этой руке был маникюр, который я уже оторвала. Скоро будет обязательно рилз. Смотрите на моей странице, здесь вконтакте. Обязательно выложим. Маникюрчик прикольный. Короче, сегодня у нас с вами тема магнитные гель-лаки. Сегодня у нас именно дизайны. Вы знаете, что у нас вышла новая коллекция. Причем последняя коллекция была достаточно давно и она была тоже очень с необычным колером. Там были даже пастельные кошки, были такие стандартные кошки. В этот раз получилось сделать тоже очень необычный колер. И я вам уже делала выкраску. Но сегодня я хочу сделать градиенты при помощи еще дополнений каких-то там шернкон и стемпинг. Сейчас я вам покажу. Здесь очень красиво. Вот смотрите, как красиво. Разные типы градиентов. Причем большую часть, конечно, я их делаю на черной подложке. Сегодня я буду показывать вам и с подложкой черной, и без подложки черной. Так как у них очень высокая плотность, по факту им подложка как таковая не нужна. Сейчас я вот так вот поближе покажу. Видите, очень красиво. Вот. Но нужно смотреть по ситуации, потому что на типсах, в принципе, подложка как таковая не нужна. Бывают такие моменты, когда там боковые стороны, где-то прям зона кутикулы. Там, возможно, и потребуется дополнительное нанесение либо этой же кошки уже просто вторым прослушиванием. Ну, дальше вы решите, почему я сняла. У меня сегодня вот эти ногти были здесь. Смотрите, как у меня сегодня красиво было. Сейчас буду опять покрывать кошку. Сегодня хочу покрыть себе синюю кошку. Там у меня сегодня вот такой дизайн был. Я уже все сняла. Жалко, нельзя сделать здесь ВКонтакте демонстрацию экрана. Короче, я сегодня маникюр снимала на готовых ногтях. Видите, поотрывала уже все. Так, поехали. Давайте первый вариант сделаем вот с таким градиентом. Еще раз напомню, можно делать с подложки, подложкой черной. Можно делать без подложки. Я сейчас буду делать без подложки. Посмотрите сейчас, что получилось. Единственное, если мы делаем без подложки, нужно быть очень таким виртуозным, чтобы градиент сделать в один слой и даже в один проход. Даже если не в один проход, пусть два прохода, но это только один слой. Не узнали меня, да, с моим макияжем бешеным. Да, у меня новое развлечение. Я короткие видосы снимаю с ногтями, делаю макияжики. Так, ну все. Так вот, легкими движениями. Теперь берем вот такой магнитик. Короче, нужно брать действительно очень сильный магнит, если вы хотите, чтобы на градиенте этот вот блик красивый. Но я именно блик кошачьего глаза не перевариваю просто органически. Вот. А вот такой вот блик, это да. Сушим. Видите, как колечко продается. Но делать нужно не колечком, иначе будет дурацкий цветочек, звездочка, а делайте вот такую вот палочку. Очень удобно. Так, сушим. И дальше берем пластину. Вот такую. У нас такой, знаете, эфир быстрых дизайнов. Сегодня реально все очень быстро делать. Все легко. Так, где-то... Девочки, мне нужен двухсторонний скотч. Смотрите, я здесь не наношу теклос, потому что у кошек очень сухая дисперсия. Она прям такая, знаете, практически глянцевая. Так, здесь перекрываем матовым петлопом. Что за красотой вытворяет? Скажи, кайфушки вытворяют. Так, теперь берем джемти клер и берем теклос. Скажи, классное сочетание. Берем джемти клер и теклос. Джемти я буду ставить, где мне нужны выпуклые штучки, а там, где мне не нужна выпуклость, буду делать теклосом. Ну, чтобы быстрее. Потому что, если делать джемти весь ноготь, это я буду долго делать. Обычно густая консистенция и дольше работать. Поехали. Очень красиво получается эффект, преломление идет. Ну, я как-то показывала вам на фтирках такой эффект. Тоже красиво. Вот какие-то крупные детальки сейчас быстро сделать джемти, потом я перейду на теклос. Конечно, то, что здесь уже был красивый блик, он уже спрятался. Спрятался за стемпингом, за этими шишечками выпуклыми. Уже ничего не видно, но все равно красиво. Сейчас перейдем на теклос. Всем здравствуйте, девчонечки. Сегодня с вами Катя Мирошниченко. Сейчас я вам покажу, какой у меня бешеный макияж сегодня. Я сегодня снимаю короткий видосик. Сделала себе необычный макияж. Суши. И смотрим, какая композиция получается, как она будет выглядеть. Давайте. Так, раз, два, три и четыре. Смотрите. Да, часть ногтей может быть с дизайном, а часть без дизайна. Очень быстрый дизайн. А, кстати, смотрите, разница сейчас видна. Получается, вот этот типс без подложки, а вот этот с черной подложкой. Вот сейчас видна разница. Он более чуть-чуть светлее на тон, этот на тон темнее. Вот, но по факту вы видите, что кошки настолько плотные, что достаточно один слой. И даже для градиента, для дизайна, а потом еще примагнитить, будет всего лишь один слой без подложки. Вот, это очень классно. Экономит очень много времени. Так, следующий вариант. Делаем три оттенка. Это прям вот вообще любимочка. Смотрите, как красиво. Какое красивое сочетание. Так, делаем. Поехали. Так, кто меня не видел, смотрите. Всем привет, привет. Это у меня сегодня такой образ. Я снимала короткий лиз. Для этого мне пришлось спилить правую руку. Вот, но я делала сегодня благо на типсах. Вот, я отсняла и сразу оторвала ногти. Вот, и сегодня перекрою либо фиолетовая кошка, либо синяя, чтобы вот стол на этой руке было. Так, ну а мы с вами продолжаем. Продолжаем. Мы с вами продолжаем. Да, сегодня ко мне девочка приходила, сделала классный мне макияж. Так, здесь какие оттенки берем? Здесь берем зеленый, синий и тоже можно 435 взять. Вот так вот фиолетовый. Вот так вот фиолетовый. Хоть теперь бери и все время делай необычный макияж перед началом эфира. А мне просто некогда умываться. Это я теперь пока домой не приеду, я не смогу умыть это. Ну и очень необычно так делать прямой эфир. В прошлый раз, я вот не помню, я здесь была в челме, был прямой эфир. А, не было. Надо загрузить. Так, сделали. И тоже самое. И поехали делать блик. Только не вот этот дурацкий кошачий глаз. Ну для такого, видите, нужно брать вот такие мощные магниты. Они там продаются палочки такие прям толстенькие тоже. Ну я беру вот такие бусики. Так что сейчас держа. заморачиваюсь вот такой у нас сейчас дизайн будет если на витя здесь темнее получилось здесь светлее потому что я блик вывела сюда а здесь блик вывела ну ладно пусть такой будет что ж теперь так сушим хорошо чтобы ты классно наносить девочки обязательно потом в описании все со ссылочками повесят для вас со всеми названиями берем также беленький делаем здесь центре и дырочки так и по центру какой-нибудь ой батюшки какой быстрый вариант дизайна девочки отдайте мне новый топ сейчас мы будем новым топом перекрывать как раз вам покажу так следующий вариант смотрите как сегодня быстро у нас тысяч тысяч благодарю девочки благодарю будьте здоровы так такой вариант смотрите 38 34 и синий такой будет эффект заката тоже без подложки кстати делала но вы увидели разницу с подложкой без подложки до просто чуть-чуть темнее на полтона вот а так спокойно на мне например покрытие когда делали вот есть покрывал окошку на правую руку мы просто в один слой нанесли без подложки без ничего и магнитили слой топом все в общем колеры очень необычные вы таких аналогичных колеров не найдете потому что мы сами колеруем все я уже как-то рассказывала историю как случайно так получилось вот с этим колером для кошек это сделали очень удачный цвет для новогодней зимней коллекции серебро я его создавала изначально чтобы это было просто красивое серебро я ошибочно взяла туда магнитный вариант кошки серебряная но он правда дает . красивый эффект просто серебряного гель-лака плюс я еще туда парочку пигментов насыпала необычных вот и погода и когда это случайно прям в прямом эфире кто-то мне из девчонок из подписчика сказал катя возьми магнит срочно в руки и примагнить потому что он магнитный у тебя вот и пришла идея сделать на основе этой композиции еще цветных кошек композиция великолепная помню когда я делала это серебро я прям измучилась все без покрытия вот но сегодня делаю ой 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 у меня лак высал вылился я на катули сегодня себе делали ой 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 я уже все сняла поэтому пришлось спилить делайте красную кошку это оказывается всегда либо бордо либо а не lagi сделать смотрите нельзя сделать красную кошку делочь ее физически нельзя сделать почему потому что кошка это серебряный это серебряная окошко которое серебряная кошка которая реагирует на магнит и серебро когда попадает в любой красный цвет пасты и пигмент превращает его в какие-то оттенки розоватая что-то бордатоватое понимаете ну красный никак не получается и как бы ты не брал красное серебро красным серебром смешивается и нет красного поэтому красную кошку это делать как вы берете любую кошку перекрываете и красным витражным гель-лаком и у вас получается красное окошко они дефицит ее нету и и физически нельзя сделать понимаете серебро она превращает красный свет во что-то но не красное понимаете так надеюсь что ответила делаем такой вот закатик уже пластинку берем так тоже что-нибудь сейчас приклеим серебряная золотое уважаемые шермиконы им уже сколько лет сколько их пар теперь допечатали уже обязательно повешу название номер потом если не видите хвалявщица если не без теклоса работаю просто у кошек сухая дисперсия их если пересушить хорошо получается такая глянцевая поверхность такой вот эффект красивый и последний вариант смотрите как я сегодня быстро вот такой вариант это когда градиент смотрите из центра идет с дизайном и есть без дизайна поехали здесь предлагаю все таки сделать с черной подложкой наносим тонкий слой черного хотя в принципе можно и без черного так как я вам сегодня с черной подложкой не показывала давайте это сделаем сегодня у нас вариантов разных по цвету наверное самые красивые так цвета это идет 437 и синие как раз когда с синим смешивается получается очень красивый цвет морской волны накладываете небольшое количество в центр центре не трогаете гель-лак прям вот эту толщину гель-лака не трогаем и вот так вот растушевываем растушеваем делаем магнитик сейчас я поищу как покрасивее сделать суши а вот берем синий синий можно брать не из флакона куда пропала она гайдаш не знаю почему пропала можно взять отдельную кисточку не кисточка из флакона и пройтись вот так вот по периметру и теперь в центр делаете по сухому вот такую растушевочку получается очень красивая такой вот бирюзовый потом светится можно так я еще пальчиком делала проходила убирала чтобы наверняка растушевать и вот здесь вот прям ловим блик по самому краю и вот так вот прям по краю так а здесь предлагаю эту же пластинку здесь вот есть папоротник такие веточки отдельные хорошенькие и поработать зелененьким зелененьким очко и беленьким так что я хотелось добавить цветочек зелененький для стемпинга так поехали у меня скотч под рукой вот так двусторонний кусочек так 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 и какую-нибудь беленькую мушку можно бабочку или вот эту штуку и фишу смотрите мы в 30 минут с вами уложились и сделали сегодня 4 классных вариантов и четвертый вариант обязательно сделаем описание и в описании будут будут все ссылки на покупку всех материалов которые я сегодня использовала для мастер-класса все всем большое спасибо пока 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 пока